Заседание Координационного совета было решено провести в знаменитых чайных домиках с ароматным угощением и пыхтящим самоваром. Несмотря на неформальную обстановку, вопросы представители ТОС поднимали острые. Один из них – строительство многоквартирных домов в сельских территориях под видом ИЖС. Объясняю, что муниципалитета нет контрольных функций. Муниципалитет может выдать разрешение на строительство жилья и всё. Всё. Заходить даже, вот строится дом, зашёл прокурор нескольким людям нашим, ну, с районных администраций, выписывал и предостережения, и уголовные дела возбуждал за превышение полномочий. Потому что у муниципалитета таких полномочий нет. Несмотря на отсутствие достаточных полномочий, в борьбе с этим явлением администрация города продвинулась далеко. В судах более 520 дел о сносе таких объектов, расположенных в основном на Осочинском побережье. С помощью органов ТОС глава города рассчитывает усилить эту работу на удалённых сельских территориях. Анатолий Пахомов пообещал председателям ТОС, что их будут регулярно приглашать на встречи с главами районов и рассказывать о насущных проблемах своих жителей, в том числе по вопросу строительства и перепродажи земель иногородним лицам. Прозвучало предложение информировать руководителей органов территориального общественного самоуправления о решениях градостроительного совета, когда рассматриваются вопросы строительства на территории конкретного ТОСа. «Мы хотим сохранить наши дороги, наши участки, наши трассы. Поэтому нам нужно как-то работать совместно с администрацией города, так, чтобы нас прислушивались товарищи застройщики и как-то реагировали на наши просьбы». Глава города сообщил общественникам, что в этом году в Сочи будет отремонтировано 97 дорог. В 2018 году их будет больше и упор сделают именно на сельские дороги. Завершается формирование их перечня, а руководители ТОС обещали внести свои предложения. В целом на сегодняшний день в Сочи 66 ТОСов. В следующем году появится еще два – на Соболевке в микрорайоне Светлана и в ауле Хаджико.